привет друзья сегодня мы с вами продолжаем азиатскую тему будем готовить с вами три ароматных масла зачем нам нужны эти ароматные масла дело в том что в азиатской кулинарии широко используются масла с ароматами различных трав чеснока перца ну и других ингредиентов которые мы с вами в будущем будем готовить мне невероятно повезло и я получил профессиональную практику в азиатской кулинарии я проработал несколько месяцев бок о бок с отличными поварами из китая из японии мы будем готовить очень очень много интересных блюд азиатских из таиланда из китая из японии все начинается скажем так с базовых ингредиентов и вот эти вот три ароматных масла которые мы с вами приготовим и являются базовыми ингредиентами греем фритюр фритюр мы с вами будем делать на основе рисового масла вы уже наверняка в курсе что я очень люблю это масло во первых она натуральная она не рафинированная и самый главный момент что это масло выдерживать температуру до 250 градусов вы можете на нем жарить фритюр стейки вы можете жарить на открытом огне удивительное масло посмотрите вот это видео в нем я достаточно подробно рассказываю о этом масле и его всех полезных качествах я налил сюда один литр рисового масла кстати ребята если у вас нет рисового масла конечно вы можете воспользоваться обычным рафинированным подсолнечным маслом мы с вами будем делать луковое масло это основа основ наших сегодняшних ароматных масел берем пучок зеленого лука режем его вот такими кусочками среднем по сантиметру белый лук большую луковицу произвольными кубиками мелко не нужно красную луковицу головку чеснока 10 зубцов на пятачки крупненькие пятачки в среднем по 2-3 миллиметра толщины вот у меня 140 градусов через одну две минутки уже будет сто пятьдесят в принципе этого достаточно опускаем опускаем лук чеснок также опускаем кипящее масло постепенно поднимайте температуру так чтобы ваша температура масла была не более 180 градусов нам необходимо приготовить нашу сегодняшнюю специю таким образом чтобы она сохранила свои питательные элементы первый момент и второе чтобы она была способна еще раз проходить термическую обработку пока жарится наш лучок мы с вами подготовим состав специй для масла со вкусом чили две полных столовых ложки перца чили сухой кстати вот обратите внимание какой я использую перец я уже говорил нужно покупать перец средней остроты я не знаю как у нас в россии сейчас настоящий момент но допустим здесь в чехии продается перец и написано майлд это значит средней остроты не нужно покупать перец ход ход это значит очень острый для нас для европейцев ход это не наша история для азиатов это прекрасно они привыкли с детства кушать очень острую пищу но нам лучше всего средние остроты это молотый чили я добавляю буквально пол чайной ложечки я вам рекомендую первый раз сделать масло по моему рецепту с тем количеством специй которые я вам предлагаю а уже потом вы сами для себя решите как вам нравится больше чили или же меньше две полных столовых ложки сладкой паприки вот это у меня болгарский перец сухой 2 столовых ложки кстати по поводу болгарского сухого перца или сухого чеснока который я использую своих видео вы спросите а где ты их покупаешь ящики ребята не покупая их делаю самостоятельно вот у меня вот есть такой дегидратор сушилка по нашему вот в ней я и сушу овощи фрукты замечательная вещь с его помощью вы сможете делать огромное количество различных специй в домашних условиях следующий момент сухой чеснок 2 полных столовых ложки я даже положу 3 потому что сухой чеснок это просто прекрасная вещь ведь у меня он крупный какой я вот чуть-чуть побью обязательно кстати ребята имеете ступку это раз чудесная вещь в хозяйстве семечки кунжута 2 столовых ложки пол чайной ложки черного перца горошком полную чайную ложку сучуанский перец если у вас нету сучуанского перца и вы не знаете где его купить в принципе вы можете обойтись и без него все сюда вот у нас с вами получилось основа специй для масла номер один убираем сторонку теперь мы с вами подготовим состав специй для масла номер 2 столовая ложка перца чили столовая ложка сухого чеснока теперь ребятки дожидаемся когда наш лучок чесночок хорошо подрумянится вот так должно выглядеть наше масло наш лучок смотрите не переждите его не пережарьте иначе он будет горчить вот сейчас то что нужно выключаем огонь и давайте достаем шумовочкой лук и чеснок это у нас будет масло номер два чили сухой чеснок и вот наш жареный лучок по сути это получается у нас прекрасная специя для лапши для картофеля да для чего угодно теперь вот это горячее масло заливаем вот сюда боже мой какой аромат вы посмотрите какая красотища масло много не наливайте в среднем где-то 200 миллилитров так чтобы он с вами получился такая вот достаточно густая консистенция масло номер 2 сухой чеснок чили кипят в раскаленном масле есть и вот у нас с вами обратите внимание осталось луковое масло нам необходимо его охладить до комнатной температуры после этого заливайте его в пластиковую банку или же допустим стеклянную банку и используйте чем угодно яичницу жарите жарьте на луковом масле потому что яичница будет невероятно вкусно мяско жарите пожалуйста луковое масло стейк жарите прекрасно рыбку курочку вы знаете это невероятное вкусное масло даст вам просто знаете вот какой-то взрыв эмоций кулинарный это не значит что вот то что мы сейчас с вами приготовили только предназначена для китайской еды нет ни в коем случае вы можете экспериментировать с любыми блюдами европейской русской кухни любовь практически вот это вот чили ойл чили масло вы можете использовать для венгерской кухни чешской ну и опять же для любых других блюд вот это вот пожалуйста вареники добавили ну прелесть да яишенку мясо жарите сверху украсили ну конечно же в азиатской кухне без этих ароматных масел у нас с вами ничего не получится как только масло остынет я его расфасую по стеклянным банкам и поставлю у себя на кухне держать в холодильнике это масло нет необходимости потому что здесь сухие специи и специи в общем-то уже жареные во фритюре как минимум два месяца даже можете и не переживать на сегодня все надеюсь что видео вам было интересно полезно вы чему-то научились вы знали что-то новенькое увидимся в следующий раз пока